Здравствуйте, добрый вечер, меня зовут Саша, я дизайнер-иллюстратор компании Криотса и сегодня у нас с вами очередная важная тема, это тема интерфейса и если говорить коротко и понятно, то интерфейс это связующее звено между зрителем и системой в нашем случае между зрителем и роликом то есть буквально интерфейс связывает эти две булочки своими внутренностями благодаря чему мы получаем итоговое ощущение от продукта поставим секундочку Сашу на паузу и разберемся, что это за бургер такой для примера из реальной жизни вам будет проще всего, наверное, представить вы же знаете, что такое лифт и вот представьте, что у вас в лифте не будет кнопок вот вы заходите в лифт, есть пол, стены, все устройства, все механизмы, все есть но нету кнопок, вместо кнопок у вас печатная плата и там контактики и проводочки и вам, чтобы поехать на нужный этаж, нужно проводочки нужным образом замкнуть вы их замыкаете, лифт едет ну, не получилось замкнуть, не едет или едет не туда кроме того, на печатной плате нет никаких обозначений, где какой этаж и, соответственно, вы должны либо как-то посчитать эти контакты ну, в общем, вы меня поняли то есть, изначально устройство лифта такое, что вам неудобно им пользоваться вам непонятно, что с ним делать и даже если вы понимаете, что нужно что-то замкнуть вам еще придется потратить кучу времени, чтобы разобраться интерфейс, интерфейс как раз для этого и нужен чтобы вам не пришлось заморачиваться чтобы вы не вникали в работу лифта вам нужно просто нажать кнопку с цифрой и вы едете на нужный этаж вам больше ничего не нужно делать двери закроются сами лифт поедет сам таким образом, ваш интерфейс помогает вам взаимодействовать с этим устройством без каких-либо заморочек то же самое касается креатива если у вас есть персонаж как заставить его уйти налево или направо нужно его сваять нужно ему переставлять ножки или что-то еще намного проще вы просто нажмете кнопку, персонаж бежит в одну сторону жмете другую кнопку, он прыгает, стреляет и что-то еще делает проще говоря, в нашем бургере интерфейс это то благодаря чему вы взаимодействуете с игрой или приложением а учитывая что у нас вместо игры и приложения будет рекламный ролик соответственно с рекламным роликом ну вообще как и везде у интерфейсов понятное дело есть свои основные правила их достаточно немного их легко запомнить главное вдумываться в то что вы допустим видите в играх как компьютерных, так и в мобильных так и то что вы делаете и как вы это ощущаете правила, правда, немного и всего четыре это единство стиля допустим, вот у нас этот проект Викинг тут интерфейсы, которые нам представлены ну, не думаю, несложно догадаться какой из этих примеров у нас истинный и правдивый, скажем так то есть единство стиля очень важно чтобы не убивать зрителей из атмосферы то есть если у нас такое Викинги это такие древние-древние времена это замки, это камни это что-то такое грубое плюс участительство проекта достаточно реалистичное то есть это 3D проект вот, то мы не можем себе позволить вставлять в интерфейсы какие-то очень мультяшные мультяшные иконки как там муни, деньги, вот такие-то алмазики и все такое легкое оно красиво выглядит, но оно не подходит для Викингов то есть у нас у нас тут на истинном примере показано что тут достаточно серьезный стиль тут достаточно реалистичен и он не выбивается из общей картины то есть у нас мозг может мы об этом не задумывались но он не отвлекается от этих различий а тут он такой думает так, тут вот это вот такая стилитика, а тут уже другое и как бы мы можем не задумываться о том подходит оно или не подходит но мозг за это цепляется а это лишнее время, которое зритель мог бы потратить на сам ролик а вместо этого он такой идет, идет, идет по истории наблюдает за расхождением стилитик спотыкается и типа он не совсем падает но тем не менее уже заноза поставлена вот, поэтому обязательно за этим нужно следить обычно в проектах у нас есть у нас есть уже итоговые иконки материалы, даже те же самые интерфейсы но наша задача в любом случае всегда следить за тем чтобы это все подходило друг к другу и подходило к ролику и следить за тем, чтобы возможно, если нам когда-то придется она придется что-то создать заново, мы бы могли это внедрить так, чтобы оказалось что это как будто там всегда и было в интерфейсе вообще это нам все разработчики предоставили смотрите на этот пример здесь у нас есть два варианта кнопок стрельбы один из них прицел, другой патрон в принципе кажется, ну да, и то, и другое логично и то, и другое правильно давайте вот, ну, можем любое выбрать и они будут равноценны попробуйте посмотреть на этот интерфейс скажем так, пустым абсолютно мозгом и что вы увидите? вы увидите, что патрон подразумевает, может быть, перезарядку может быть получение боеприпасов ну, я не знаю, каким-нибудь способом с вертолетом вам их сбросят то есть это не очевидно прицел, более очевидная иконка, более очевидный вариант для кнопки выстрела потому что у вас есть вариант либо прицелиться, либо выстрелить ну, ассоциирующийся с этой кнопкой соответственно у вас просто нет выбора вы все равно будете езжать ее, чтобы открыть огонь логичность вашего интерфейса очень важна обычно производители игр производители приложений стараются сделать все логично и продумывать но это бывает не всегда поэтому мы включили эту часть в наш урок потому что вам может понадобиться сделать свой интерфейс который будет более логичный более качественный и лучше подойдет к этой игре почему нет? где еще посмотреть классные интерфейсы? конечно же, в уже существующих мобильных играх других, альтернативных для которых вы делаете креатив и также посмотреть стоит и компьютерные игры понятно, что на десктопе у вас намного больше размер монитора а значит, что и количество информации которое можно на нем разместить больше количество информации которую вы можете четко прочитать при игре боковым зрением больше значит, у вас есть больше возможностей но все равно те иконки которые используются те какие-то образы того, как вы получаете опыт то, как вы взаимодействуете с оружием, с персонажем с автомобилем, например и так далее то есть со всеми элементами которые у вас есть с ресурсами как их можно потратить как их можно получить то есть можно заимствовать какие-то идеи конечно, копировать под копирку ваш проект интерфейс из другого проекта нельзя принципиально запрещено потому что в данном случае будут нарушены авторские права тоже логика если мы уберем картинки то есть картинку железа, дерева и химикатов да, у нас остаются цифры но мы не понимаем что эти цифры значат то есть у нас что-то восполняется но мы не понимаем, что это то есть за этим тоже нужно следить обязательно, чтобы все зрителю было понятно то есть тут у нас сумка наш инвентарь вот тут у нас пистолет тут у нас фонарик все понятно тут у нас джойстик то же самое банальное что можно сделать джойстиком плюс тут даже можно было бы упростить убрать давайте может быть прям сразу ее уберем можно было бы убрать даже вот эти вот стрелочки что это такое убрать даже на все наши вот эти вот стрелки и мы все равно будем понимать, что это джойстик, мы все равно будем понимать, что это у нас инструмент для передвижения. Мы с ним можем взаимодействовать, и мы знаем, что это будет. А если вам кажется, что что-то непонятно, то спросите либо кого-то, либо переспите с этой мыслью, и еще раз посмотрите, правильно ли вы решение приняете при создании интерфейса. И, конечно же, самое важное правило – это читаемость. Вы можете сделать понятный интерфейс, вы можете сделать его с единым, с проектом. Но если интерфейс не считывается, это все просто пустая работа будет проделана. Он может быть простой, но он должен считываться всегда. И тут, наверное, самое важное. Тут два примера, где мы видим, как это действительно, какую роль это играет. Тут не так много. Я не трогала картинку, я не трогала руку, я не трогала персонажей. Просто мы поправили некоторые моменты. То есть, допустим, у нас показатель объекта, который нужно собрать над домиком слева, у нас не считываются цифры, у нас не считывается вот эта вот челюсть с клыками. Да, мы видим какие-то ошметки крови, но если у нас буквально вот этот кадр, он постоянно у нас там две секунды, потом переместился, все, у нас внимание потеряно, мы перемещаемся на скелетов, на деревья, на черепа и так далее, но не на интерфейс. Мы его не видим, мы его не воспринимаем, как что-то, что играет роль в данном ролике. Если не играет роль, то интерес заметно снижается. Поэтому обязательно нужно следить за считываемостью. То есть, если мы убираем такой простой элемент, как подложку из-под монеты, из-под цветов, то у нас сразу опять же теряется считываемость. Мы не знаем, что мы копим. А что у нас там копится? А что-то там цифры какие-то меняются, я их там иногда вижу, ну и что, ну пускай себе меняются. А если мы уже делаем их более видимыми, более считываемыми, то у них появляется вес, мы их хотим, мы видим, что они нас увеличиваются, нам хорошо. То же самое со шкалой, то есть, тоже пару действий. Это заменить цвет основной шкалы, вот этой вот активной, на более контрастной к подложке. Одно из самых главных правил, это теплое на холодном, холодное на теплом, то есть, обязательно должен быть контраст в таких моментах. Ну, в принципе, как и в остальной статике, тут у нас теплый дом на холодной траве. Вот, поэтому обязательно следите за считываемостью, это очень-очень важно. Вы можете проделать большую работу, вы можете сделать все очень красиво, но если это красиво не видно, то и смысл по итогу теряется. Следующее наше правило, о котором мы упоминали ранее, это баланс изображения и текста. Это очень важно совмещать, потому что нельзя исключать ни текст из интерфейса, ни изображения. То есть, какие-то моменты лучше проиллюстрировать и показать именно картинку каким-то изображением, эмблемой, какие-то лучше все-таки подписать. То есть, тут тоже для наглядности. У нас, опять же, слева правильно, справа неправильно. Вот самый простой пример, да, у нас есть изображение, у нас есть цифры, то есть, мы сразу понимаем, что нам нужно собрать там два куска дерева, один кусок лавы, три куска камня, и все у нас прекрасно, мы это сразу считали, мозг проанализировал. Я бы назвал следующую картинку ребусом, потому что у вас есть два разных дома, у одного есть циферки и названия ресурсов, у другого есть картинки, которые то ли нужно сопоставить, может быть, они перепутаны, это история типа там, давайте разгадаем, что вот тут обозначается, поставим и потом будем играть. Конечно, заставляя человека решать ребус, если игра не о ребусах, вы отталкиваете его от вашего креатива, и, соответственно, делать его бесполезным, неинтересным, такой креатив принят не будет, потому что, если вы сделали интерфейс, который нужно разгадывать, потратить на это 15 секунд, то вы уже истратили все время креатива на разгадывание этого ребуса. Вам за 15 секунд надо еще показать целую историю, которая у вас в техническом задании есть. Ваш интерфейс должен помогать вам воспринимать ваш креатив и с ним взаимодействовать, а не мешать вам это делать. Поэтому эти правила непростые, то есть, наоборот, простые. Не просто, может быть, вначале их как-то применять, но если вы буквально там потратите усилия и время на то, чтобы как-то посмыслить, прислушаться к своему сердцу и понять, правильно ли я делаю, понятно ли я делаю, а вот если незнакомый человек этот первый раз увидит, там за 10 секунд я вот так вот ему буквально покажу, он поймет ли он, что происходит на экране. Да, может быть, непросто, но это по первости. Главное к этому привыкнуть, влиться и тогда уже будете плавать, как рыба в воде. Чтобы у вас это вот вливание в эту среду случилось намного легче безболезней, вам очень важно научить себя и переучить себя к тому, чтобы обращать внимание на интерфейсы не только тогда, когда вот вам будут давать правки или вы сядете конкретно и делать, работать, вам в первую очередь важно обращать на них внимание в повседневной жизни, потому что вокруг нас этого очень много, конечно же, намного легче, если вы будете играть в компьютерные игры, еще лучше и в компьютерные, и в мобильные, там еще лучше, если вы активно пользователь какого-то приложения, но обратите внимание на интерфейс, то есть сочетание цветов, пропорций и так далее. В данном случае мы сейчас с вами быстренько рассмотрим примеры компьютерных игр и мобильных игр и посмотрим, проанализируем и постараемся выучить для себя какие-то моменты, которые можем использовать. В случае, чем мы перейдем к разбору компьютерных игр, обратим внимание на один важный нюанс, который отличает их от мобильных игр. Время взаимодействия игрока с компьютерной игрой намного дольше, чем с мобильной игрой. То есть на мобильнике играете вы где-нибудь по дороге, где-нибудь есть минутка посидеть, может быть в транспорте. Но когда вы садитесь за компьютер, вы уделяете компьютерной игре время специально. И там, конечно, время взаимодействия 30 минут и более. Поэтому человек может перестроиться и привыкнуть практически к любому интерфейсу, даже не очень удобному. Это не значит, что мы должны перенимать этот опыт и учиться делать фиговые интерфейсы. Наоборот, мы должны брать лучшие из компьютерных игр и переносить в наши мобильные креативы. Игра Чужой. Прекрасная игра. У нас достаточно тут простой интерфейс. Тут всего два цвета, три цвета мы видим. То есть это серый, белый, зеленый. Все. Но, тем не менее, это все прекрасно считывается. Мы понимаем, что у нас у здоровья осталось буквально половина. Мы понимаем, что у нас половина фонарика. Мы понимаем, что у нас в револьвере три патрона. Тут прям по половинке все. Из шести. Мы это считываем. Мы не отвлекаемся от происходящего. Мы там можно быстро метнуть взгляд в угол экрана. Мы поймем, что нам не хватает в этой жизни. Взять Motion Tracker и пойти дальше бояться андроидов чужого. Просто, понятно, элегантно. Этого вполне будет достаточно. То же самое, когда переносили игру на мобильное устройство. То есть, что мы с вами говорили. Тут прицел, присед, перезарядка, оружие, фонарик, локатор. Тут джойстик, патроны. И все понятно. Мы сразу смотрим на это, считываем, настраиваем, как нам будет удобно. И, в принципе, идем дальше. Тут то же самое. Просто белый цвет. Даже вот этот пример на мобильных устройствах нам больше подходит, потому что, как мы рассматривали ранее, в креативах как раз таки использовался в основном белый джойстик, белый прицел, потому что в большинстве случаев это все видно и понятно его будет. Разумеется, с подложкой, потому что, если у вас полностью будет прозрачный этот рейтфейс, то есть, буквально, тут видите, даже если присмотреться, тут есть я какого-то семьяни, потому что полностью прозрачно, вот будет дырка, это все будет меняться. Вы не можете всегда контролировать, какой у вас фон будет за интерфейсом, поэтому всегда подложка нужна. То есть, под котлетку нужен соус, на котлетку нужен салат. Вот то же самое. Вот, мы дальше с вами рассмотрим, как это, в принципе, делается. Сейчас просто заметочку. Вот. Следующий пример. Ну, вот это. Вот. Тут тоже очень простой интерфейс. Если вы заметите, очень, это достаточно простые примеры, но они работают, они понятны, и самое главное, все еще хорошо смотрятся. Мы даже, несмотря, не опуская взгляд, то есть, у нас есть периферийное зрение, мы вот смотрим на зомби, мы куда-то целимся, мы понимаем, что у нас у троих персонажей все хорошо, у четвертого уже как-то не очень, значит, надо как-то собраться. Когда мы уже опустим и повнимательнее все взглянем, да, у нас есть аптечка, у нас есть шприц. Опять же, те же разработчиков, они, конечно, переделали интерфейс, они сделали его более минималистичным, они ушли куда-то, ну, можно сравнить с чужим, с предыдущей игрой, которую мы с вами рассматривали. Тут все тоже читается, единственное, наверное, я бы хотела отметить, что да, мы хорошо видим шкалу врага, босса нашего, но тем не менее, вот в этом месте у нас уже все в каше. Убрали зеленый цвет, по итогу, если у нас вот эта шкала будет полностью белой, у нас все уже сливается, то есть у нас сливается наш предмет, у нас сливаются имена, у нас сливается шкала, в итоге у нас просто белая, куча белых дробных предметов, которые мы не можем быстро считать, поэтому тоже старайтесь не мельчить, старайтесь не сливать все в кашу, старайтесь разграничивать это все по цветам, потому что тут мы понимаем, что они здоровы, тут, ну блин, ну под вопрос, там что-то белое, я не вижу, у меня тут огур перед глазами, что я пойму тут, вот огур, я вижу, что у него плохо сейчас. это просто референсы и примеры, чтобы вы понимали, осознавали, считывали и обращали на это внимание. Очень красивый интерфейс у Диабла 3, но, ну в принципе у серии Диабла, вот, но от таких вот больших элементов, конечно же, в играм креативного, к сожалению или к счастью, стоит отказываться. Конечно, тут великолепная задумка с этими большими шарами, где мы уже, нам некуда деваться, мы четко видим, сколько у нас здоровья, сколько у нас там малы, маны выносливости и так далее. Вот. В данном контексте я хотела, конечно, сравнить вот с этой вот плашкой, в чем разница. Как видите, здесь есть очень много значений хп, они вот там справа, где разные, значит, мобы бегают. Замес посередине у нас узенькая шкала с здоровьем у нас и другие кнопки, которые даже некоторые сейчас, если вы посмотрите на интерфейс, они пропадают на фоне каких-то элементов локации. Если, предположим, вот этот замес, который у нас находится справа вверху, окажется по середине экрана, то у нас, во-первых, со скиллами панелька смешается с этими мобами и спецэффектами и так далее. Во-вторых, с полоской хп будет видна совсем плохо. Это, конечно, не очень удобно и, к сожалению, такие вот примеры у нас в играх тоже есть, поэтому, когда вы выбираете референс, будьте внимательны, не копируйте просто все под копирку, все время анализируйте. Удобно, неудобно. Если я первый раз берусь за эту игру, я пойму, что у меня происходит на экране или не пойму. Да, мы тоже видим, да, у нас тоже красный цвет, но она, не скажу, почему она плохо считывается, потому что у нас есть вот этот вот блеск поверху. У нас недостаточно темная подошка, у нас есть блеск и в итоге у нас тут какая-то еще цифра и такой, ну, как бы да, но, допустим, если вот эти вот желтые паучки и вот оно перевестится куда-то сюда, у нас желтая пропадет, у нас останется тонкая полоска красного. Если даже тут просто заменить, убрать эту эту блестящую часть, да, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, у вас уже станет лучше. Конечно, стоит поработать с цветом, но вот мы ее убрали, мы уже четко видим вот эту вот плашку, на ней будет лучше считываться уже этот белый текст, то есть мы уже четко будем понимать, а что у нас нас хватает, нас не хватает, мы умираем, мы не умираем, вот даже так, уже лучше считывается, уже мы понимаем, что у нас происходит, поэтому данные примеры скорее были приведены в качестве именно не увлекайтесь красотой, то есть у вас не должен быть интерфейс, как отдельный арт-объект, который еще нужно осмысливать и рассматривать, а нам это совсем не надо, он будет перетягивать на себя внимание, а он должен помогать зрителю склиниться в процесс, увлечься в него, вжиться, то есть чем проще, тем лучше, просто тоже может быть красиво, и мы в дальнейших с вами примеров это и разберем. И вот наш первый экспонат «Убийство в Альпах», очень рекламируемый ранее проект, и тут скорее всего пример для демонстрации конкретно этой плашки, плашки, на которой предметы у нас располагаются, потому что данный объект очень часто используется в рекламе, в мобильных креативах, и он тут выполнен очень просто, понятно, и при этом красиво, мы понимаем, что это все сделано вот в стилистике проекта, что это все относит нас вот в историю того времени, той эпохи, и возвращаясь к предыдущим играм, не нужно делать прям сложно, довольно-нибудь куча элементов, чтобы это выглядело красиво, то есть очень просто тут все выглядит, да, тут где-то блески, но в целом это стрелки, золотая бодка, подложка темная, о чем мы тоже раньше говорили, и белые, вот у нас эти квадратики, в которых тоже хорошо будут считываться предметы, не надо усложнять, вот эти элементы мы не будем разбирать, они тут достаточно сложные, но опять же повторюсь, даже для мобильной игры у ГРК есть время и у зрителя привыкнуть к этому интерфейсу и разобраться, все-таки тут, если мы говорим о рекламных креативах, то тут надо бы упрощать, и допустим убирать вот этот вот блеск, чтобы он нам не мешал и не сливался, не сливался с буквами, вот так вот, очень-очень грубо подотру, очень грубо подотру, и все, видите, у нас уже лучше считываются буквы, мы четко уже сразу кидаем взгляд, у нас там мапы, мы такие, ага, карта, у нас еще и гобы с такой красивой, то есть если мы просто уберем блеск, уберем отблики всякие, то у нас все сразу станет считываться, следующий, ну конечно же, конечно же, когда без этих проектов, это Subway Surf и Brawl Stars, вот просто эталон простоты, конечно же, тут стилистика мультяшная, и можно себе позволить такой простой интерфейс, вот, но тем не менее, тут все очень просто, буквально если разобрать на какие-то составляющие, вот эти вот плашки, это прямоугольник, скошенный в сторону, это блик сверху, тень снизу, тень под элементом, вот это вот, и уголочек, можно даже без уголочка, все, вы это на раз-два можете сделать, благодаря, благодаря эффектам слоя, то есть, это все, вам даже рисовать ничего не надо, у вас, фотошоп за вас все сделает, вы открываете вот этот ящик Пандоры под названием эффекты слоя, и у вас все дороги открыты, вы можете с этим вообще что угодно делать, как угодно и сделаться, ну опять же, тут очень все просто, но очень все мило смотрится, а главное понятно, то есть, мы понимаем, опять же, зеленый, красный, что у нас выключено, зеленый, это значит включено, все, оно понятно, тут шкала видна, тут тоже это все видно, мы понимаем, что это ХП, и нам все понятно, мы все видим, мы все считываем, мы бросили взгляд, мы поняли, мы уже включились в процесс, нам уже интересно, что там происходит, Типа, дайте-ка я потыку. С вами все та же самая история. Абсолютно понятный, простой интерфейс. Монетки сверху, ускорение, количество пробеганных метров. Пауза, которая абсолютно, ну, в данный момент сливается с фоном, чтобы она нас не отвлекала. И, соответственно, время. То время, которое, грубо говоря, таймер, бар. Использовано на неусиление. Тут просто плашка, иконка, цифра. Все, вам больше, по сути, ничего не надо. Плохо, опять же, плохо, вот именно конкретно в разряде. Если мы смотрим, осматриваем интерфейс как участника рекламного креатива. Ребята, которые делают интерфейсы, чуть-чуть тут с этим сладостями перестарались. Это у нас игра про Веливонку. Причем про первую часть. Вот эту мему, да? За счет того, что очень сложный кнопки, достаточно плохо считывается play. То есть, да, мы понимаем зеленую. У нас уже там рука сама тянется, потому что это зеленая. Точно эту зеленую кнопку нужно нажать. Но, тем не менее, это плохо считывается. Если, опять же, у нас рекламный креатив будет вот так вот мелькать перед глазами, мы не поймем, не считаем и не расстроимся. Нам не надо, чтобы зритель расстраивался. То есть, тут буквально надо убрать, опять же, блик. Вообще, осторожнее с бликами. Если они особенно перекрывают текст, если они сливаются с текстом, оно вам нафиг не надо. Можно и без этого бы всего обойтись. То есть, ну, чуть-чуть вот так вот. Все, уже как-то понять не стало. Да, тут, конечно, стоит еще подумать на тем, стоит ли градиент оставлять. Но, тем не менее, уже понятнее. Сейчас будем разбирать уже конкретно вот эту кнопку и все кнопки в этом конкретном проекте. Мы должны понимать, что вообще использование градиентов должно быть очень обоснованным. То есть, вам не нужен градиент для обычной нормальной кнопки. Просто здесь стиль такой, он такой весь, вот эти вот вензелечки, какие-то много мелкого декора, много элементов. И вот они, ну, наворотили прям, вот прям наворотили. Ну, не знаю, вот им захотелось. Такой вот мультяшный, супер навороченный стиль. Окей. Здесь есть нюанс. Вот такая кнопка смотрится немного странно. То есть, в нормальных условиях у вас кнопка будет освещаться сверху. Соответственно, сверху будет блик, светлая сторона, тень внизу. Ну и все, да, то есть у вас кнопка получилась объемная. Если она нажата, нажатая кнопка, да, уже, она как бы может вдавиться, например, в какую-то поверхность. И, соответственно, у нее вверху будет тень, а внизу будет свет. То есть, как сейчас здесь. Я думаю, что здесь, конечно, они там заморочились. То есть, можно предположить, что у вас, например, кнопка из какого-нибудь пластмасски прозрачной или стекляшечки. И тогда она там в глубине будет, вверху у нее тень, но при этом мы снаружи сделаем блик. Ну, короче, вы поняли. Я уже вот начал нудеть, уже стало грустно, страшно, скучно и вот это все. В идеале, конечно, таких кнопок избегать. И Саша очень правильно говорит, что по поводу использования градиентов нужно вообще задумываться каждый раз, когда вы хотите их использовать. Потому что, ну, скажем прямо, градиент это сложная штука и далеко не всегда он нужен в кнопке. Вы уже видели уроки про CTA, вы знаете, что кнопка должна быть максимально понятной, текст на кнопке оптимально читаемый. И чем сложнее вы делаете кнопку, то есть фон для текста вашей кнопки, тем больше могут быть проблемы с тем, чтобы ее нажимать. Да, потому что она может вообще показаться не кнопкой, да, вот за долю секунды, которая проигрывается креатив. Чуть-чуть совсем аккуратненько с обводкой, очень осторожно с тенями. Вот, но тем не менее, аккуратненько обводку сюда бы тоже стоило добавить, чтобы просто жилось нам лучше и легче. Вот, да, буквально самую-самую простую обводку. Так, стоп, не то. Ну, что-нибудь вот такое вот. И, ну, после два. Ну, вот два многовато, конечно, но суть вы уволили. Нет, подождите, нет, мы это сделаем. Друг. Вот, даже вот так вот. Ну, чуть-чуть тут уже лучше видно, конечно. Тут он внутренний применил, но если внешний, мы чуть-чуть еще подубавим, мы чуть-чуть еще подубавим прозрачность, то станет намного лучше. Вот, опять же, генделя тоже сомнительно. Да, они прикольно смотрятся, но если чуть-чуть у них убавить прозрачность, это уже будет намного легче считываться для глаз. Потому что, вы представьте, да, в креатив это все быстро пойдет, мы ничего не помнем, но если вы хотите там дальше развиваться именно как дизайнер интерфейсов, то человек от этого просто устанет, от такого количества элементов. И меньше, соответственно, времени в игре. Тут то же самое. То есть, видите, тут вот нет этих генделей, они на фоне. Вот такие вот приятные, полупрозрачные, приглушенные. И это уже намного легче воспринимается, чем верхний элемент. Ну, тут, соответственно, да, то же самое, что и наверху. Блики, блестки, текст плохо видно. И вот если я так прищурюсь, у меня все расплывается. Тут, тут, опять же, мультяш в достаточно стиле простой. Очень все симпатично, очень все здорово. Но, опять же, те же самые блики, те же самые проблемы с цветами. Сеттинг мы не видим, потому что по тону оно очень близко, и мы видим только вот верхушку. Это лучше тогда сразу сделать полностью слово таким желтым оттенком. В следующем проекте опять кнопки объемные, с бликами, со всякими эффектами. Для игры это хорошо, потому что в данном конкретном случае у нас идет игра о кристаллах, там их надо мержить, и они объемные, с бликами. И, соответственно, когда у вас кнопки объемные с бликами в игре, это вполне логично. Это соответствует стилю проекта. Но, когда мы делаем креатив, такая сложная кнопка может даже не считаться как кнопка, а может считаться как элемент декора. Конкретно вот в данном случае. И если зритель не захотел с первой долей секунды нажать на вашу кнопку, вы уже знаете, что это плохое решение, и кнопку стоит доработать. Вот эти элементы, они приятно дополняют кнопку, их можно стать, потому что они не очень сильно мешаются, они какие-то контрастные, они не какие-то сложные. Просто, да, прикольно красивая кнопка. Тут не портит фактура, текстура, точнее, вот эту вот плашку с этих. Тут, скорее, вот проблема именно конкретно с самими буквами, точнее, с их цветом, потому что они не считываются. И если мы возьмем даже просто вот такой вот цвет, вот, уже нам попроще становится. Да, тут еще, конечно, можно поработать с цветами, но, тем не менее, нам уже как-то попроще это все считать. Ну, тут абсолютно то же самое. Так, конечно, интерфейс очень красивый, он такой мультяшный, очень милый объект отрисованный. Вот, но, тем не менее, если мы говорим, опять же, о рекламном креативе, то упрощать, 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 упрощать. И вот с этим теперь багажом знаний мы идем уже к видам, к видам интерфейсов, точнее, к видам элемента, который состоит из себя, в принципе, интерфейс нашего рекламного ролика. Это грубая рассортировка, но, тем не менее, что-то-то устаканивает в голове. У нас есть активные, это там джойстики, чайсы, кнопки, руки. Вот, это непосредственно такие элементы, с которыми у нас наш игрок, зритель взаимодействует, тыкается в экран, скажем так. Также у нас есть пассивные, можно к ним отнести, это бары, деньги, ресурсы, здоровье, элементы, вот там цветы и так далее, дерево, ну, ресурсы. Вот, и таймеры, которые нас держат в напряжении, они, по сути, пассивные, это такие, такие тип, такой тип интерфейсов, которые нам помогают дополнить нашу картину о происходящем на экране. То есть, если у нас герой бежит, 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 он нашел сундук, он сундук, а что он взял? Деньги. Конечно же. Вот, и эти деньги улетели в интерфейс, и нам помогает понять, что так, а мы стали богаче, а наш персонаж тоже стал богаче, а нам хорошо, и мы побежали дальше. К статичным одной из нас аватарки стрелки. Стрелки это такого типа, когда он нам показывает, куда идти, то есть, такой направляющая роль. И аватары, соответственно, у нас чисто помогают больше проникнуться, скажем так, главному герою, понять вообще, за кого мы играем. Разумеется, есть такой еще вид аватара, который они резко перепрыгивают в пассивные, пассивный вид интерфейсов. Это когда в аватаре у нас персонаж анимирован, и на нем отображаются все эмоции, эти действия, которые с ним происходят. Да, допустим, тут у нас уже знакомый пример, который мы раньше разбирали. И вот чойсы. Чойсы абсолютно простые, абсолютно понятные. Они белые вообще, что может быть проще? Они соответствуют. Абсолютно идентичные по стилистике с рукой. Мы все понимаем, нам все видно, нам все понятно. Все у нас едино. Мы видим шкау зеленую, тут красная, тут желтая. Так, тут зеленая, значит, там что-то хорошая шкала какая-то набирается, психология цемента. Вот, и, соответственно, активный, активный, пассивный, потому что мы понимаем вообще, что у нас с собакой происходит. Ему вообще нравится, ему не нравится. То есть у нас, опять-таки, дополняется картина. Тут вообще полный набор. Тут джойстик и прицел. И шкалы тут снизу. И мы их, тем не менее, видим. Да, они черные, но у нас достаточно яркие контрастные цвета к фону. У нас тут аватар. Он в этом ролике анимированный. Вот, и, тем не менее, мы понимаем, что все равно персонаж этот мельче, чем на аватаре. И мы понимаем, кто это. Мы можем его там быстро, кинуть взгляд, рассмотреть. Мы понимаем, что это мы. Шкалы. И ничто, ничему не мешается. Ничто, ни с чего не выбивается. Потому что, опять, у нас тут контрастный, достаточно центр. И пассивный интерфейс. Тем не менее, который нам позволяет полностью окунуться вот в эту интригующую, страшную историю про зомби. Вот. Тоже говорить о более таких словленных интерфейсах. Мы до этого рассматриваем достаточно простые примеры. Но, как раз таки, вернемся вот к викингам. Мы видели уже пример интерфейса на предыдущем. кадре из ролика, который я показывала. И как раз таки, вот пример интерфейса, который, он достаточно иллюстративный. То есть, тут вентиля, трещины, каменные, рамки и так далее. Тут у нас на фоне есть изображение. Достаточно просто. Вот. Если даже можно вот так вот убрать, он уже даже попроще будет выглядеть и попонятней. И тем не менее, мы все, вот мы смотрим на них, и мы понимаем, что, какой элемент у нас, что может нам позволить сделать нашему герою. По сути, вот это вот максимум того, что вы можете включить из красоты, скажем так, ваш интерфейс. Не надо слишком сильно все это тут добавлять какого-то викинга, как дьявола, который держит эту шкау, с хп изо всех сил. А просто, да, красивые какие-то узоры. Можно даже убрать, и так еще лучше будет. Вот тут вот чуть-чуть. А будочку, вот, буквально вот, вот эффект свой, вот тут все, что вам нужно для успеха, скажем так. И у вас это подходит под стилистику викингов. Зрители поймут, что происходит на экране, и все хорошо, многого не надо. Просто тоже может быть красиво. Опять же, джойстик, он тоже достаточно простой, но тем не менее, он входит вот в эту общую стилистику, и при этом он считывается. То есть, это все еще просто круг, это все еще просто ободка, но тем не менее, если мы посмотрим на вот этот джойстик, то, понятное дело, не отличается. И вот этот джойстик уже сюда не подойдет, а вот этот не подойдет под этот проект. Но тем не менее, они считываются, они выполняют свою роль. И нам все понятно, и нам от этого хорошо. Тут есть один порог, скажем так, вот этот внешний, там тоже есть трещина, у нас есть внутренний, и там тоже есть вот эта вот фаска. Но тем не менее, в центре, в центре у нас контрастное, белое изображение, и мы все видим, мы все понимаем, все ясно, все четко. Белая иконка на черном, на темном, что может быть лучше и понятнее, тем не менее, это все равно не выбивается из стилистики. И это все сделано из материалов, опять же, проекта. Ну, то же самое с кнопками, то же самое с шкалой. А вот видите, даже тут с маской все сделано. То есть мы спокойно можем ею двигать. И у нас эффекты свои сохраняются. Все. А теперь отнимем здоровье нашего викинга. Он почти при смерти. Вот. Не забывайте, тем не менее, не использовать настройки эффектов слоя в самих материалах проектов оригинальных, потому что это очень вам поможет. Мы конкретно об этом говорили в уроке по статике и по тексту. Но, допустим, если вы хотите даже сделать самую обычную шкалу здоровья, но в более простом стиле, сейчас мы давайте ее сделаем с вами, давайте чуть-чуть потоньше. Так, это тоже все достаточно просто. Не делаем вот прям такую локальную. Да, мы можем давать чуть-чуть уменьшим именно саму заливку. Не прозрачность, которая нам вообще все выкручивает, а вот именно заливку аккуратненько вот так вот сделаем. А даже давайте такую уже поставим толстую ботку. Допустим, вот так вот. Вы уменьшаете. Все, ну, чуть-чуть, чтобы вот так вот. Совсем целый-то наш герой не был. Ну и все. У вас буквально такой вот бутерброд получается. Опять же. Все, все, у нас все ассоциация с едой. Надо потом вот это. Делать нам покушать, да, кушать хорошо. Интерфейс требует много сил. Вот у нас получился такой вот бутерброд, и мы можем спокойно трансформировать нашу шкалу куда угодно. Можем добавлять на нее всякие-всякие вещи. Можем вот внутреннюю тень. У нас эффекты слоя работают, даже когда у нас выкручена не прозрачность, а вот фил, заливка на ноль. Они у нас все еще работают. Поэтому пользуйтесь этими хитростями. Я говорю, эффект слоя, вот лейерстайл, это ваш ящик Мандора, который вам буквально сделает все, что вам надо. И не надо тоже можем сделать. Поэтому... Куда-то у нас снизу. Да, вы можете полностью наложить тень на всю плашку. Это чтобы оно было более единым. смотрелось, вы можете только на вашу шкалу. Но так как-то более поцельнее смотрится, вы можете... Вот все можете. Вот так вот. Вы можете опять же добавить каких-то сада элементов, как у Bravo Stars. Мы видели с вами уголок. Так. Вы тоже можете это сделать. И у вас уже как-то... Еще нарядней будет. И по сути все. Вот у вас уже готовая шкала, которую вы можете спокойно-спокойно двигать. Все. Все. Остальное все работает по тем же принципам. Эффекты слоя, фигуры, там режимы наложения и так далее. Но вообще эффекты слоя. Если подойти сток, они тоже достаточно простые. Всегда следите за считываемостью объектов. Это вообще там золотое правило всего каждого этапа и создания ролика. Но следите за считываемостью объектов в вашем интерфейсе, за считываемостью цифр, за считываемостью элементов, иконок и так далее. Потому что вы можете, опять же, вы можете сделать очень красиво, вы можете сделать все правильно. Но если вы проигнорируете вот этот один единственный пункт, то, ну, все переделывай. Старайтесь, опять же, опять же, не мудрить, старайтесь максимум использовать материалы проекта, как вот с викингами. То есть не надо заново там рисовать. У вас по сути это все есть. Главное видеть такие вот какие-то элементики, которые, такие элементики, которые вы можете использовать и при этом которые не будут перегружать ваш интерфейс. Поэтому старайтесь по максимуму обращать внимание на эффекты слоя, которые вы можете скопировать. Вы, опять же, мы говорили в этом в предыдущих уроках. которые вы можете скопировать, которые вы можете использовать и старайтесь вот тоже на это обращать внимание. И третье тоже очень важное. Не делайте из интерфейса, из плашек, из иконок, там вот вообще из всего, из руки, какой-то арт-объект. Не делайте его слишком сложным. Это не основной объект, это не цель зрителя. Посмотреть на то, какой у нас красивый интерфейс. Цель интерфейса в первую очередь помочь главному действию в ролике. Это все. Поэтому вот эти три правила основные и, наверное, самые главные, которые прослеживаются через весь ролик, как я тут написала, но оно должно витать, витать в воздухе уже. Не усложняйте. Чем проще, тем лучше. и просто тоже может быть красиво. Еще бы в конце хотелось порекомендовать такой очень-очень интересный сайт. Чисто на позалипать, потому что я там периодически тоже пролистываю, удивляюсь. Там это база игр и база интерфейсов. То есть вы можете буквально кликнуть на любую игру и вам будут показаны скриншоты из этой игры. И это прекрасная база для референсов, прекрасная площадка, чисто просто интересно, чем живет, какие игры делают, потому что из года в год делают что-то все еще красивее и красивее. Поэтому тоже очень рекомендую с этим сайтом ознакомиться. Там есть игры как мобильные, так и компьютерные. Там есть срисованный график, так и достаточно реалистичный. Поэтому все, знакомьтесь, изучайте, наслаждайтесь. и тихо, тихо, и